всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена сегодня я хочу предложить вам связать вот такой красивый узор вместе со мной сейчас давайте я покажу его немножечко поближе на более контрастном фоне вот посмотрите такой интересный узор я предлагаю вам связать сегодня вместе со мной достаточно интересный очень оригинальный выглядит возможно на схеме немножко сложно на самом деле ничего сложного в этой схеме нет итак давайте с вами приступим к вязанию я буду вязать крючком номер два с половиной из вот такого обычного хлопка тут у меня какой-то остаточек и так раппорт узора равен 10 петлям я буду набирать 30 воздушных петель на три раппорта точно так же как и здесь в образце чтобы вам лучше было видно чтобы я могла вам более наглядно все показать итак давайте приступим значит как я сказала для начала нам нужно набрать цепочку из 30 воздушных петель закрепляю я петлю и начинаю делать набор так 1 2 3 4 5 и так 30 петель после того как мы набрали цепочку из 30 воздушных петель нам нужно вот здесь последнюю петельку запомнить я обозначу его так пальцем теперь нам нужно сделать 8 воздушных петель то есть сначала 1 2 3 4 воздушные петли подъема в следующий ряд и 4 петли для узора всего 8 теперь от того момента где я запомнила нужно отчитать 4 петли и в пятую сделать соединительный столбик и так 1 2 3 4 и в пятую петельку вот сюда я делаю соединительный столбик вот таким образом далее я делаю 3 воздушные петли 1 2 3 я разворачиваю вязание вот как раз там где у нас вот такая петелечка получилось теперь нужно сделать вот сюда в каждую петельку столбик с одним накидом 4 столбика с одним накидом я делаю 1 столбик 2 столбик так рядом в петельку 3 столбик и рядом в петельку 4 столбик и того у нас получается как бы 5 столбиков в этом месте так как 3 воздушные петли подъема мы считаем за столбик теперь мы делаем 3 воздушные петли разворачиваем снова наше вязание и здесь мы делаем снова столбик с одним накидом вершину столбика предыдущего ряда еще 4 то есть 3 воздушные петли мы сделали теперь 1 столбик 2 3 и 4 мы делаем вот где у нас были 3 воздушные петли подъема вот сюда в третью петельку мы делаем столбик с одним накидом вот так у нас должно получиться вот таким образом теперь мы делаем 2 накида на крючок внизу там где у нас вот это закрепление мы отсчитываем 4 свободные петельки и в пятую мы делаем столбик с двумя накидами далее 4 воздушные петли снова внизу от этого столбика мы отсчитываем 4 свободные петельки 1 2 3 4 и в пятую мы присоединяемся соединительным столбиком без накида далее 3 воздушные петли разворачиваем наше вязание и делаем то же самое что мы делали здесь то есть в каждую петельку по одному столбику с одним накидом 4 столбика надо сделать 1 2 3 и 4 3 воздушные петли разворачиваем наше вязание повторяем снова то же самое что и здесь в каждый столбик вершину предыдущего ряда снова столбик с одним накидом и так 4 столбика 4 делаем вот в эти три воздушные петли подъема в третью петельку вот здесь вот далее делаем снова 2 накида на крючок внизу мы пропускаем 4 свободные петельки и в пятую делаем снова вот этот столбик с двумя накидами 4 воздушные петли 1 2 3 4 внизу от столбика пропускаем 4 петельки в пятую присоединяемся вот таким образом делаем 3 воздушные петли разворачиваем наше вязание и повторяем то же самое снова делаем 3 воздушные петли делаем сюда в каждую петельку 1 столбик с одним накидом всего 4 столбика 1 2 3 и 4 снова делаем 3 воздушные петли разворачиваем наше вязание и повторяем то же самое снова 4 столбика с одним накидом вершину столбика предыдущего ряда и последний четвертый делаем вот сюда в третью петлю подъема в конце мы делаем 2 накида на крючок отступаем 4 петельки и в пятую это заключение у нас ряда мы делаем этот столбик с двумя накидами мы закончили с вами первый ряд теперь мы переходим к вязанию второго ряда приступаем к вязанию 2 ряда переходим во второй ряд делаем 4 воздушные петли подъема и потом первые 4 воздушные петли ряда присоединяемся сюда соединительным столбиком вот сюда вот вот таким образом вот так у вас должно получиться то есть вот сюда вершину вот этого квадратика мы присоединились далее я делаю 6 воздушных петель 1 накид и вот сюда где у нас был столбик с двумя накидами я делаю сейчас столбик с одним накидом вот таким образом далее я делаю снова 6 воздушных петель и снова вот здесь где у нас вот этот квадратик я в вершину его присоединяюсь соединительным столбиком далее я делаю снова 6 воздушных петель и вот здесь накид и вот в столбик предыдущего ряда делаю столбик с одним накидом снова 6 воздушных петель и присоединяюсь в вершину вот сюда вот этого нашего ну как бы квадратика до присоединяюсь соединительным столбиком теперь мы делаем снова 4 воздушные петли 2 накида на крючок и заканчиваем наш ряд вот здесь где у нас были вот эти четыре воздушные петли подъема мы вот сюда присоединяемся и делаем столбик с двумя накидами вот таким образом теперь мы приступаем к вязанию следующего ряда разворачиваем наше вязание и делаем снова 4 воздушные петли подъема затем 4 воздушные петли ряда далее вот здесь где у нас был соединительный столбик мы снова присоединяемся одним соединительным столбиком делаем 3 воздушные петли разворачиваем наше вязание и повторяем делать то же самое что мы делали в первом ряду вот в эти воздушные петли мы делаем 4 столбика с одним накидом в каждую петельку 1 столбик 2 столбик 2 столбик 3 и 4 снова делаем 3 воздушные петли разворачиваем наше вязание и здесь мы делаем в каждый столбик предыдущего ряда снова 1 столбик с одним накидом 1 2 3 и вот здесь где были 3 воздушные петли подъема в третью петельку мы делаем еще 1 4 столбик после этого мы делаем 2 накида на крючок и делаем вот таким образом вот здесь где у нас был столбик с одним накидом мы от него отсчитываем 1 2 и в третью петельку мы провязываем столбик с одним накидом вот так снова делаем 1 накид от столбика предыдущего ряда снова отсчитываем две петельки в третью мы делаем столбик с одним накидом теперь эти оба столбика мы соединяем и провязываем и у нас получается и у нас в этом месте получается вот таким образом далее мы снова делаем 4 воздушные петли и присоединяемся снова соединительным столбиком вот сюда соединительный столбик предыдущего ряда далее мы делаем 3 воздушные петли разворачиваем наше вязание и здесь в каждую петельку мы делаем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 и 4 снова 3 воздушные петли подъема разворачиваем наше вязание и снова делаем 4 столбика с одним накидом в вершину столбика предыдущего ряда и 4 делаем там где у нас были 3 воздушные петли подъема в третью петлю после этого мы делаем снова 2 накида от столбика предыдущего ряда мы снова 2 петельки отсчитываем в третью мы делаем 1 столбик снова делаем 1 накид сюда отсчитываем 2 петельки в третью делаем 1 столбик соединяем и еще раз у нас получается снова вот точно также дальше мы делаем 4 воздушные петли и присоединяемся соединительным столбиком вот сюда соединительный столбик предыдущего ряда 3 воздушные петли подъема разворачиваем снова наше вязание и продолжаем тоже самое делать что мы делали до этого то есть 4 столбика с одним накидом в каждую петельку снова 3 воздушные петли разворачиваем вязание и в каждый столбик предыдущего ряда снова повторяем то же самое столбик с одним накидом вот таким образом теперь мы подошли к концу ряда и мы делаем 2 накида и вот здесь где у нас были четыре воздушные петли подъема в четвертую петельку мы делаем столбик с двумя накидами таким образом мы закончили наш ряд разворачиваем наше вязание и приступаем к вязанию следующего ряда делаем 4 воздушные петли подъема теперь 4 воздушные петли ряда присоединяемся вот сюда в вершину где у нас было 3 воздушные петли подъема одним соединительным столбиком далее 4 воздушные петли здесь где у нас вот этот был столбик мы делаем 2 накида и сюда делаем столбик с двумя накидами снова 4 воздушные петли и присоединяемся вот сюда в вершину одним соединительным столбиком снова 4 воздушные петли 2 накида и столбик с двумя накидами в вершину столбиком предыдущего ряда 4 воздушные петли и снова вот сюда в вершину присоединяемся одним соединительным столбиком вот таким образом 4 воздушные петли столбик с двумя накидами вот здесь где у нас были 4 воздушные петли подъема вот сюда в четвертую петельку мы присоединяемся и делаем столбик с двумя накидами таким образом мы заканчиваем наш ряд и это мы сейчас провязали с вами 1 ряда и вот в итоге точно такой же узор как и на образце у нас получился таким узором можно связать любое изделие можно связать маечку можно связать топик можно связать летние изделия можно связать даже палантин очень интересный узор смотрите как оригинально смотрится и на голубой пряжи и на оранжевая пряжа сейчас я приближу вот как хорошо видно покрупнее вот думаю что вам в этом видео все было понятно на этом я свой мастер класс хочу закончить желаю вам вдохновение ровных и легких петелек и до новых встреч